Всем доброго, здоровья и приятного аппетита! Сейчас кушает с вами Юлия Мишка. Всем привет! Ну что, ребята, мы наконец-то вернулись. Надеюсь, не сильно скучали. Игрушка очень крутая. Мы сильно соскучились. Да, в общем, не болейте, если вдруг болеете. Да, и выздоравливайте, если уже болеете. Ну да. В общем, да ладно, сегодня будет просто невероятно крутая игрушка под названием... Instruments of Destruction. Да, всё правильно. В общем, суть в том, что вам нужно будет уничтожать здание, выполнять различные задания. Вы офигеете, насколько здесь проработана физика, частицы. Я, если честно, в шоке над графонием. Здесь сейчас тачки, которые даны вам для, так скажем... Для прохождения, но можно ещё самому, да? На самом деле, шоу-кейс. То есть, чисто посмотреть, как выглядит. Вот. И потом, если вам игрушка зайдёт, я поковыряюсь, посоздаю всякую фигню. Я там бочку пытался уронить, но у меня не вышло. Ладно, сейчас пока что видите, да? Просто мы едем. Миша трансформера потом какого-нибудь создать. Короче. Надеюсь, сейчас рванёт как следует. Всё. Пошло разрушение. Здесь вот эти все верёвочки, все эти штучки, смотрите, всё это сыпется. Я на самом деле в шоке от таких игрушек. Миша любимый тип игры. Вообще, разрушай всё, что можешь. Вот. Я сейчас покажу, какие игрушки, точнее машинки, даны вам в распоряжение. То есть, разработчик... Да, показывать, на сколько процентов ты ещё разрушил. Ну, тут надо было на самом деле... Ну да, в принципе, я всё выполнил, могу выходить. Здесь есть как бы компания, да? То есть, за какое время сейчас нам показали, выполнили. Вот. Сейчас мы погуляем, например, по островам. Давайте в следующий пойдём. Остров. Они все отличаются. Здесь есть ещё челленджи. То есть, более сложные уровни и так. И эксперт. В общем, смотрите. Постройка, из чего она состоит. То есть, можно, конечно же... О, какая тёмная карта, на самом деле. Офига себе. На закате. Так, бюджет максимальный 25 тысяч. Ну, ладно. Смотрите. Можно машину полностью расчистить и начать на самому строить. Да, то есть, есть запчасти. Мне кажется, как раз вот здесь ещё больше раскрывается игрушка. Вообще здесь можно просто... Видно, они ещё... То есть, смотрите, колёсики. Помимо цены ещё, как будто, сколько весят. То есть, насколько тяжёлый аппарат. Да, да, да. Но я сейчас экспресс создам машину. Если что, не удивляйтесь, это будет великое дно. Но я более-менее постараюсь. Д-Н-О. Это аббревиатура. Это древняя... Нано... Машина. Нано-объект. Объект, да. Вот. В общем, также есть же всякие там шипчики, фигипчики. Но я, правда, к сожалению, уже как-то немножко подоболомался. Ну, хотя сейчас, смотрите, здесь можно повернуть. Здесь тоже вот так повернём. Я так сейчас увлекусь, надо заканчивать. Где-то на автовайзе. Да. Ну, пусть это будет вот так устрашающе. И всё. Это два стула. Я прям реально так представляю. На какой сядешь? Ладно. И вот, как бы, собственно, да. Аппарат готов. И как ты собрался на нём ехать? Массой, массой задавить здесь всё. Да, раздавлю, уничтожу. Я просто хотел показать механику вот эту созда... Ой, сейчас я ещё развалюсь нафиг. Не, а на общение у неё никаких шансов на существование. Это прототип. Прототип, да, новая лада. Но нормальная. Для тебя и брата называется. Вот садитесь. Нам что нужно вообще? Доехать до маркера. Ну, в принципе, возможно. Разворачивается только при полной остановке. Собрать 25 кристаллов, видишь? Да, я даже ни одного не вижу. Я сейчас. Я только 6 нашёл. А, это бонус. Бонус. Давайте попробуем преодолеть эту невероятную... Видите, даже терраформинки. Ну, всё понятно. Да свидули. Кажись, твои шипы. Да свидули. Ну, кстати, я, в принципе, выполнил миссию. Так что, как бы, пофигу. Я только бонус объект не выполнил. Хочу посветлее карту посмотреть. Либра. Или Лайбра. Давайте на нормаль. Я потом вернусь в предыдущий какой-нибудь остров. Так. 5 бочек взрывающихся. 75% разрушения. Да, разрушить. И максимум бюджет 25. В общем, давайте теперь шоу-кейс зайдём. То есть, я показал свои быстрые возможности. В принципе, я считаю, неплохо. Вот. Так. Вот смотрите. Что здесь есть? Это просто... На самом-то деле, видно, что там... Они ещё открываются потом. Да. Слушай, как много-то. Можно сохранять, кстати. Выбираем. Ну... А, нет. У нас бюджет, Юль, небольшой. А сколько у нас? А, не 20... Не больше 25, да? Ну, слушай, мы только можем... Блин, а у нас только либо вот такой. Давай вот такой. А, вот давай, да. Дам пепло. Если что, обещаю русский язык. Потом игрушка-то, на самом деле, пока что ещё не вышла. Вот. Но, тем не менее, ждите в скором времени. Добавляйте там желаемое. Хотелки. Игруха, вы знаете, мне напомнила... Вау, как красиво. Не, просто чекните. Я не знаю, какие, конечно, комплюкторы, но, в принципе, у нас нормально всё работает. Не скажу, что у нас супермощный там прям агрегатор, но ладно. Так, смотрите, теперь мы можем управлять ковшом. Мы правда выехать отсюда. Смотри, я поднял ковш, ну ладно, более-менее. Вы же... Да, конечно, аппарат... Что-то мне кажется, выбрал я что-то. Нормальный, нормальный. Ну, хотя и с таким нам... Бочечка пошла. Бочка бабахнет. Блин, бочка что-то... Ладно, бабахнуло, но поздновато. Что-то она не в том месте бабахнула. Ну, слушай, ковш, мне кажется, немножко поможет. Сейчас мы вот тут подпилим. Самое интересное, что ковш, я не знаю, из какого он материала сделал. Он плотный металл. Пипец. Пошла, пошла башенка. Пошла, пошла. Всё, пальму немножко сдержал. На пальму-то за что? Всё. Блин, я, если честно, в такие игры могу сидеть вечно играть. Поэтому, ребята, если вам очень нравится, лайкосиком дайте понять. Посидим, я реально... Мы помню игрушку играли, Левиафан назывался, что-то такое. Там мы в воде создавали. А, да-да-да, я помню. Это было лет 300 назад, ещё динозавры обитали на нашей планете. Но игру очень интересно, мне нравится создавать какие-то... Ну, я, конечно, не вот супермастера, но как бы в меру своих способностей. Да, и вообще, ребят, поддержите нас. Ну, да-да-да-да, обязательно. Я думаю, слышно, что ещё голосок. Да, Юля страдает. Так, с тем временем, вторая башня уничтожена. Блин, мне нравится, насколько здесь проработана вот эта система. То, что видно, как бы металл там гнётся, как у кирпича сыпется, какой-то песок, трава гнётся под вами. Всё это как-то... Блин, знаешь, ещё лего мне напоминает. О, бочку вижу. А вот как раз их и нужно разрушить. Что-то она не очень хочет взрываться. Тормозим. Ты сейчас сам уедешь, мне кажется. На-на-пь. Ого. Ещё надо три таких. Три таких, да. Да, ещё как бы как можно больше уничтожить. Видишь, 73% только. Наверное, в здании где-то. Блин, слушайте, ну мне всё нравится. Посмотрите, это вот как макросъёмка, что ли, называется? Когда крупный объект кажется таким малюточным. Да-да-да. Очень клёвый, по-самбе. Очень клёвый. И оптимизация моё почтение. То есть, очень хорошо всё сделано. Тут ещё... А, камеру перезапустить можно. Окей. Нам надо бочки найти. Ча, ну хотя ладно, не буду кнопку нажимать. Ммм, сейчас посмотрим, где они могут быть. Вон спряталась одна. Фига себе. Сейчас мы её найдём. Ну то есть, если ты здесь попытаешься всё разрушить. Так, давай, давай. Слушай, ну... Чемиш, выбрал я тебе задачку неспросты. Ну слушай, тем бы я не смог выполнить. Ну, то другим. Ну, конечно. У него шкафша даже толком нет. Он узкий, но очень, ну, как сказать, атакующих есть. Нету. Вау. Есть. Есть то, что взорвалось. Нет атакующих штучек. Вот это эпичное. Жалко, кратер ещё нет. Слушайте, а вот хороший вопрос. Тоже есть в песочности, но я не уверен, можно ли воссоздавать какой-то город. Так, ладно, здесь бочка... То есть, типа можно было бы чём-то разрушить. Ну, было бы круто, если бы ты сам мог, да, там башенку какую-нибудь построить, там здание, вот это всё. А может быть будет потом? Может быть, да, может быть. Игрушка-то ток-тока, так скажем. Собирается, да. Вон, вижу бочку, пытаюсь я её... Всё, мы выполнили 75% уничтожения. А, вон, вон ещё одна. Да-да-да-да-да, я сейчас вот эту бочку тут прессую. Где она там? Бру-ру-ру, нормально осыпнула. Я, конечно, не, как сказать, не эксперт в таких играх. Не знаю. Она выглядит прикольно. Всё, мы всё выполнили. Всё в хлам разнесли. Здесь ещё музыка потрясающая. Она какая-то смеетитая. Мне нравится. Такс, мы выполнили всё, что могли. Все задания. Поэтому выбираем остров. Я хочу... Ну, зайдите. Считай, смотри, какой-то большой прям есть. Я сейчас в песочницу зайду. Хочу показать буквально... Сейчас... Каких... Геркулес какой-то. Орес. Всё такое интересное. Давайте вот Орес выберем. Здесь видно, что можно настроиться. Это, я так понял, мощность взрыва увеличить можно. Слушай, а если с гравитацией что-нибудь делать? Ну, то есть она, чтобы как-то на луне было. Ну, да, тебе. Это плюс у нас... Наверное, нулевая нужна. Типа, ближе к нулю. Давайте попробуем. Давайте. Я не знаю, что это за... Будут ли они как-то взлетать? Ой-ой, это мы где? Это мы... Это я понял, что это мы. А карта, конечно, впечатляет. Слушай, мы можем вместо ковша... Так. Вот какую-нибудь вот такую штуку. Ну, она какая-то слабоватая, конечно. Хотя, мне кажется, она бы нормально так разносила. Или бы он крюк. Мы могли бы, знаешь, как сделать? Вот такой тройник. Так. И типа поставить вот так, конечно. Ну, это... С двух сторон. С двух сторон, да. И... И спереди... А, это что такое? Да, это пила какая-то мощная. Но у нас тут нету... А, я поняла. Куда плететь? Слушай, погоди. Давайте мы сейчас немножко видоизменим. Это вот, кстати, колено, я так понимаю. Тут можно все это тоже поднастроить. Давайте выберем четверную. Жесть. Поставим, типа... Ну, пусть будет вот так. А впереди огромная сабля, типа. Ну, пусть будет. И мы ей можем толкать. Надо будет. Ладно. Давайте попробуем. Да, действительно, видно, что гравитация помо... Ух ты, ну и система освещения. Смотри, мы теперь можем вот этим мечом тут махать. Давайте сначала проверим на пальме. Как это будет выглядеть. Срежем ее. Сейчас попытаемся. Да, срезал я ее, конечно. Ну, я не знаю, заметили ли измененную гравитацию? Я что-то пока не особо. Ладно, поедем ближе. Может быть, на растениях не так работает? Нет, мне кажется, должно... Ну, слушай, я еду тяжело. Реально, как луноход. Очень так это... Видимо, к земле я плохо прилегаю. Итак, вход мечом. Так, трещит что-то. Может быть, конечно, я что-то себе надумал бы, но мне кажется, как бы это немножечко... О, Сари, Сари, видишь, палки, да-да-да-да. Вон, смотри, они как бы в замедленном таком эффекте. Слушай. Да-да-да-да-да-да-да, так и есть. У нас, кстати, аппарат неплохой получился. Знаешь почему? Почему? То есть, мы можем вот так жестко внедряться. Поддеть. И... Бум! Стоять. Не сами я имел в виду. Блин, я вообще не знаю, где это. Чё-то... Чё-то еложу, что-то делаю. Чё-то сыпется. Слушай, ну... То есть, ты насквозь решил пропить, вау, смотри, как будто кино снимают. Вообще, смотри, смотри, как со стороны смотрят. Ой, я куда-то прям... Класс. Нас еще не видно, реально, как будто. Как жужелица. Как в кино. Поткнулся куда-то. Да, видно, действительно, гравитация присутствует. Блин, слушайте, ну, систему, согласитесь, как будто эффект в каком-то фильме рендерится в реальном времени. Да-да-да, классно. Здание прям так осталось. Видимо, ну... Не знаешь, мне Death Stranding напоминает. Здесь локация очень похожа. Там тоже были такие болотца какие-то. Мне почему-то тачка наша теперь какого-то паразита напоминает. Такс, ну, ладно. Я хочу, чтобы вы еще были в шоке. Прикольно и интересно. Можно ведь создать какое-нибудь, ну, типа, животное там, что-нибудь такое. Ой, страшно представить, что можно создать. Так, Showcase Island. Видать, что-то крутое. Давайте оставим гравитацию стандартной. Я хочу показать вам поистине адские аппараты. Блин, эта карта так красивая. Ну да, Миш. Здесь не особо подойдет. Сорян, сорян, сорян. Все. Мне, кстати, вот эта карта очень нравится. Не знаю почему. Ну, в том смысле, вот такая желтенькая. Хорошо, я покажу настоящий аппаратус, который здесь страшно, конечно, на все это смотреть, но давайте вот это выберем. Просто гляньте на эту эпическую машину. Так сказать, здесь же можно еще перекрашивать. Как из терминатора, если честно. Восстание машины. В-первых, у нее шевелится вот эта штука. У нее вот эта штука шевелится. Вау. И она делает... Бум. Я угадала, что это пушка. Вот это аппарат. Вот это эпик. Вот это эпик. Мне еще понравилось, мы приземлились, смотри, следы. Да, да, смотри, вброс, смотри, спецэффекты. Блин, а вот сейчас, если бы с гравитацией, кстати, нулевой, было бы интересно посмотри. Дайте-ка, я уж извиняюсь, я могу здесь... Это Орион был? То есть мы... Ой, смотри, оно сразу, кстати, меняется. Мы даже как-то, да, поднимаемся. А, то есть тут можно вон-ка. А как мне... Во! И типа здесь уже будет это все работать, да, с такой гравитацией. Да. То есть да. То есть если мы запустим, должно все вершить. Даже ведро, видишь, полетело. Во! Вау. Оно как бы... А если мы ставим ноль, то оно будет... Ой, мы сами даже подлетели. То есть при нуле вообще не можем приземлиться. Начался ужас. Ё-моё. Мне тут очень эпично, на самом деле. И в этот же момент мы возвращаемся на землю. А если наоборот, типа, супер, там, как сказать... Супер... Ну это надо дальше еще вот так сделать. Посмотрите, кстати, хороший вопрос. Че-то я не подумал. Все, у нас два. Скорее всего при взрыве должно прям, ну... Ох, нас придавило. Оно все, смотри, стягивается в пол сразу. И мы, кстати, очень тяжело себя чувствуем. Я даже машину не могу... Не, поднимается, поднимается, но очень тяжело. Ядра, вон, видно, даже летят как будто... Ну-ка, вот сейчас ядра вверх сильно будут прижимать. Как-то не особо. На ядра не так сильно влияют. Короче, здесь, в этой игрушке, можно очень сильно развлекаться. А еще у нас куча островов осталось, да? Так что давайте, если вы хотите, мы с удовольствием попроходим. Создадим чего-нибудь. Да. Может, Юля попробует. В общем, давайте, ребят, скоро увидимся, надеюсь. Всем здоровья, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока. Пока.